МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационный канал Город. Судья Ксения Зиновьева. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Она хотела покончить жизнь. Серьезно? Да. То есть это, возможно, было... Она так и сказала, да. Выбила стекла, вырвала оконные рамы на двух этажах. В жилом доме на улице Орджиникидзе произошел взрыв газа. Есть пострадавшие. Ухудшение ПИД-обстановки. Роспотребнадзор попросил губернатора снова ужесточить ограничения. Вскрылись новые эпизоды. По делу бывшего вице-губернатора Андрея Плиткова выявили еще несколько фактов получения взяток. Слишком много для июля специалисты фиксируют рост обращений после укусов клещей. Зря старались. В этом году Киров не получит звание город трудовой доблести. Выбила стекла и оконные рамы. Вечером 2 июля в жилом доме на улице Орджиникидзе произошел взрыв газа. Есть пострадавшие, это две женщины. Известно, что одна из них получила ожоги. Жильцы домов были срочно эвакуированы. Ночевать большинству пришлось у родственников. Все подробности далее. Нас выгнали из квартиры. Ну, сами понимаете, надо же проверить, нет ли утички. Сообщение о случившемся поступило в 17.15. В какой-то момент жильцы услышали сильный хлопок. Потом звук, разбивающийся стекол, треск оконных рам и почувствовали запах гари. Как позже напишут на официальных сайтах администрации и правительства, в квартире на пятом этаже произошел хлопок газовоздушной смеси. По классификации газовых служб данный инцидент называется хлопок, а не взрыв. Взрыва как такового, открытого взрыва не было. Был хлопок. На место происшествия прибыли все оперативные службы. Спасатели, медики, полиция. Дом сразу был отцеплен, отключен от электричества и газа. Скорая помощь увезла 64-летнюю женщину с ожогами. Второй пострадавшей помощь оказана на месте. Ей госпитализация не потребовалась. Пока спасатели проводили обследование дома на его безопасность, жильцы предположили, что ЧП в этой квартире произошло не случайно. Слышно было стекло, и машина там, это сигнализация отработала. Она хотела покончить жизнь. Серьезно? Да. То есть это, возможно, была попытка? Она так и сказала, да. А вам она сказала? Нет, не нам, а людям сказала. Вышла сама. Совершенно голая. Возможно, это и есть та самая хозяйка квартиры, которая, как говорят соседи, после взрыва самостоятельно вышла из подъезда. К делу уже подключились следователи и проводят проверку. Следователи устанавливают причины случившегося, устанавливают обстоятельства произошедшего, рассматриваются различные версии. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение. Для нашей информации, для понимания, сколько людей... 46-я, конечно. 46-я. В эту ночь жильцам дома так и не разрешили вернуться в свои квартиры. Можно было только забрать документы, и то в сопровождении спасателей. Эвакуированным, а это 25 человек, среди которых 8 детей, предложили разместиться в гостинице. Но все разъехались по родственникам и знакомым. Как говорят специалисты газовой службы, внутри домовой и внутри квартирное обследование дома на Аджиникидзе 6 проводилось в сентябре прошлого года. Тогда проблем никаких не было. Сегодня весь день в доме работала экспертная комиссия, которая должна была оценить степень повреждения перегородок, чтобы понять, насколько безопасно дальше жить в этом доме. Что касается пострадавшей хозяйки квартиры, то в Министерстве здравоохранения сказали, что она находится в больнице в состоянии крайней степени тяжести. Ксения Зиновьева, Павел Москвин, информационный канал «Город». Как стало известно, сегодня вечером экспертная комиссия администрации Кирова постановила, что в доме номер 6 на улице Аджиникидзе угрозы обрушения перегородок нет. В доме восстановлено электро- и водоснабжение. Газ отсутствует пока только в том подъезде, где случилось ЧП. По степени повреждений конструкции в двух квартирах экспертиза даст заключение на следующей неделе. Жителям пока не разрешено возвращаться в жилые помещения. Им предложено временно разместиться в гостинице «Губернская». Ухудшение ПИД-обстановки. Роспотребнадзор попросил губернатора снова ужесточить ограничения. Об этом было сказано в письме на имя Игоря Васильева. Документ сегодня опубликовал один кировский телеграм-канал. Специалисты Роспотребнадзора сообщают, что эпид-обстановка в регионе стала хуже. Показатели распространенности ковида в течение июня не соответствуют показателю выхода из карантина. Заболеваемость продолжает расти. К тому же в июне зафиксирован рост случаев пневмонии и увеличение показателя летальности от коронавируса. Роспотребнадзор просит губернатора продлить карантин до конца лета. Также ведомство рекомендует чиновникам возобновить все ограничения, которые действовали в области. Решение в правительстве пока не принято. Возможно, его будут озвучивать на ближайшем заседании Оперштаба. За последние сутки в области выявлено 33 новых заболевших. 26 человек находятся в тяжелом состоянии. Количество летальных случаев также увеличилось до 40. В инфекционном госпитале скончался 78-летний житель Налинского района. В Кирове принято еще две отремонтированные дороги. Подрядчиков торопят выкашивать борщевик. И в области начался пилотный проект по раздельному сбору мусора. Все подробности далее наш эфир продолжит рубрика «Короткой строкой». В Кирове принято еще две отремонтированные дороги. Речь идет об улице Октябрьского-Ленгасова, где ранее вообще не было асфальтового покрытия. Также подрядчики привели в порядок улицу Сормовскую от Лепси до Ердякова. В этом году ремонт по программе БКД выполнил на 29 участках. В данный момент работы ведутся еще на 21 улице. Кировских подрядчиков торопят выкашивать борщевик. Борьба с опасным растением ведется во всех районах города. На этой неделе уборка механическим способом велась в Чистых прудах, Садаковском, Дороничах, на улицах Ульяновской, Широнинцев. Подрядчикам приказали ускорить темпы работы, чтобы не допустить пика цветения борщевика. В этом году денег на химическую обработку не выделено. В Кировской области начался пилотный проект по раздельному сбору отходов. В его рамках было выбрано 10 контейнерных площадок. На них установили два дополнительных контейнера для бумаги и пластика. По результатам проекта будет принято решение о его дальнейшем развитии и установке площадок для раздельного сбора мусора в других местах. Автоинспекторы проводят уроки безопасности в парках и скверах. Сотрудники ГИБДД объясняют водителям о том, что в жилых зонах необходимо соблюдать скоростной режим. Детям и взрослым вручают памятки поведения на дороге. Также им раздают световозвращающие предметы, которые необходимо использовать на одежде в темное время суток. Впереди еще много интересного. Смотрите во второй части нашего выпуска. Вскрылись новые эпизоды. По делу бывшего вице-губернатора Андрея Плиткова выявили еще несколько фактов получения взяток. Слишком много для июля. Специалисты фиксируют рост обращений после укусов клещей. Зря старались. В этом году Киров не получит звание город трудовой доблести. Эти и другие новости уже через несколько минут. В эфире информационный канал «Город». Мы продолжаем. Вскрылись новые эпизоды. По делу бывшего вице-губернатора Андрея Плиткова выявили еще несколько фактов получения взяток. Об этом сегодня сообщили в Следственном комитете. Сотрудники выявили еще три дополнительных факта получения взяток на сумму 7 миллионов 150 тысяч рублей. Ранее сообщалось о более 20 подобных эпизодах со стороны Плитко. Общая сумма всех взяток, которые приписывают экс-вице-губернатору, больше 20 миллионов рублей. Напомним, Андрей Плитко был задержан в апреле этого года на правительственной даче на Черном озере. В момент задержания он получал взятку в 3 миллиона 400 тысяч от министра лесного хозяйства Алексея Шургина. Оба работника правительства области были задержаны. На них возбудили уголовное дело. По версии следствия, в 2018 году, пользуясь служебным положением, Плитко создал в области целую преступную группировку. Ее участники получали взятки от предпринимателей за заключение договора по купле-продаже леса. Во все преступные схемы вице-губернатор привлекал доверенных лиц, которых сам назначал на должности в подведомственные структуры. Расследование продолжается. Слишком много для июля специалистов фиксируют рост обращений после укусов клещей. Это при том, что в городе обработка территории прошла уже дважды и в этом сезоне опрыскивать парки больше не будут. С начала сезона пострадавших от клещей уже больше 10 тысяч человек. Из них 2 тысячи – это дети. Зафиксировано 13 случаев энцефалита и 35 – баралиоза. Один житель области заболел энцефалитом после того, как попил сырого козьего молока. Обычный пик активности клещей в Кирове приходится на май и июнь. Но из-за нестабильной погоды, видимо, сроки сдвинулись. Кировчанам стоит быть внимательнее не только на садовых участках. В городе тоже есть случаи укусов. Тем более, что два этапа обработки в парках и скверах уже прошли. И после сильных дождей в конце июня вряд ли от средства на траве что-то осталось. Третий этап обработки запланирован только на городских кладбищах. Зря старались. В этом году Киров не получит звание «Город трудовой доблести». Бороться за такой статус областные чиновники начали 24 июня. Тогда вместо парада победы на театральной площади провели праздничную акцию. Ее главной целью было собрать подписи за присвоение нашему городу звания «Трудовой доблести». Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин решил присвоить это звание 20 российским городам, но город Киров в список не попал. В областном правительстве пояснили, что акция на театральной площади была не массовой, а подпись кировчан за присвоение городу высокого звания будут собирать только осенью. Тогда же чиновники подготовят заявку для присвоения звания, которое будут посылать в правительство страны. Добиться титула Киров сможет только в 2021 году, а возможно и в 2024. Звание «Город трудовой доблести» присваивается городам, жители которых внесли весомый вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, то есть обеспечивали бесперебойное производство и проявили трудовой героизм. Такой была пятница, 3 июля. Если у вас есть новости, звоните в редакцию информационного канала «Город» по телефону 47-33-02. Также рассказывайте о них в нашей группе ВКонтакте, она называется «Новости Кирова». В студии была Ксения Зиновьева. Увидимся в городе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова